Горде Леон, большая узловая станция. Я пройду через вокзал и покажу интересный объект с другой стороны. На каждом вокзале есть небольшая коммерческая зона. Я пройду через зону коммерческую магазинов и выйду на другую сторону этого вокзала. Если вам посчастливится здесь остановиться или побывать, зайдите обязательно в ресторан. Называется «Голубой вагон». Очень старый известный ресторан, но в данный момент идет реставрация. Сейчас июнь 2021 года. «Голубой вагон» реставрируют. Плохая новость. Реставрация будет длиться 3 года. Хорошая новость. Ресторан открыт. Это просто фасад исторически реставрируют. Но в ресторан можно попасть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова. Пусть вас ремонт не смущает, ресторан открыт. Прямо под вокзалом, рядом, если спуститься на эскалаторе, есть ряд магазинов, небольшой такой торговый центр. Пусть вас ремонт не смущает, ресторан открыт. Пусть вас ремонт не смущает, ресторан открыт. Пусть вас ремонт не смущает. Пусть вас ремонт не смущает, ресторан голубой вагон. Фасад здания внутри ремонтируется исторически, но ресторан открыт, работает очень красиво внутри. Ну, если нету больших срез, чашечку кофе можно выпить сюда. Потом я вышла из самого здания, прошла через торговую точку, которая находится на подземном этаже вокзала. Вышла с задней стороны здания вокзала и подошла к реке. Это занимает пару минут, две-три минуты. Я говорила об этом месте в другом ролике. Я показывала с шестой линии метро бассейн Джезепин Бейкер и сказала, что покажу еще правую сторону. Вот на правой стороне стоит это загадочное здание зелененькое с интересным дизайном. Далее мы видим мост. По мосту ходит шестая линия метро. И там находится оригинальное здание налоговой инспекции. Что такое город моды и дизайна? Это здание, в котором проходят иногда выставки, салоны, связанные с миром моды. Там предлагают молодым студентам обучение на дизайнеров, кутюрье. Я была один раз на такой выставке, выставка салон. Но это предлагали подросткам, учебу. В основном приходили родители с своими детьми и интересовались миром моды. А также там было еще дополнительно связано с кино. Разные киношколы предлагали свои программы обучения, кино, спецэффекты, мультики, монтаж. Ну, все, что включает киноиндустрия. А также это здание вечером в ночное время работает как ночной клуб, как дискотека на крыше. В июле должны открыться дискотеки уже. И, наверное, здесь будет кипеть работа. Однако, возможно, будет неполная заполняемость зала. У меня это открытая площадка наверху. Вы можете подойти и попробовать взять билеты. Я была один раз здесь на вечерней тусовке, но я брала бесплатную пригласительную в интернете. Чтобы взять бесплатную пригласительную на подобные мероприятия, надо немножко владеть хотя бы французским. Хотя бывает, можно английский вариант почитать. Итак, если вы здесь спонтанно оказались, вы можете попробовать попасть на ночную дискотеку, если это вечернее время. В дневное время вы можете с этого моста сделать себе фотографию оригинального здания. Можете подойти с шестой линии метро. Как только пересекает поезд, метро пересекает мост, сразу идет остановка. Это следующая остановка после Берси. И можно подойти со стороны вокзала Гарды Леон, как я подошла, метро 1.14. А также можно подойти со стороны пятой линии метро, которая тоже пересекает мост Горбатый, арочный мост, можно по-другому сказать, и сразу останавливается. Там есть вокзал Гарды Стариц. Два вокзала рядом, они в пешей доступности. Какая линия метро вас устроит больше, пятая, первая, четырнадцатая или шестая, вам выбирать. Как сюда подойти, я объяснила, рассказала, что тут есть. Здесь есть кафешки вдоль стены, но большая часть находится за мостом, ближе к шестой линии метро, с левой стороны, если вы подъезжаете на шестерке. Либо, если вы хотите еще потанцевать бесплатно, вы можете пройти вдоль этого моста арочного, чуть дальше, вдоль реки. Там находится парк Тина-Росси, как набережная такая. Есть скульптуры, называется Музей скульптур под открытым небом. Там каждый вечер, все лето танцуют. Разные направления музыки. Танго, сальса, рок-н-ролл. Там всегда очень много людей. И добро пожаловать в Париж! Гарде Леон, ресторан «Голубой вагон» и наш город моды и дизайна. Даже видно, как Дали танцует прямо под мостом. Это защита от дождя. Вторую неделю идет дождь, а танцевать всем хочется. Институт моды. Город моды и дизайна. Креативненько, но это для ночного клуба. Для вечерних посиделок. Домики, домики. Каждому персональная ячейка сегодня. Итак, кафе, наверное, заранее надо брать приглашение, записываться. Ну, на этом я буду заканчивать. Если захотите, посетите этот центр. Как ночной клуб. Или просто выпейте бокальчик на верхнем палубе. Здание налоговой инспекции. Шестая линия метро. Продолжение следует...